Пастор Вальтер Занзен Это рекорд. Он сам говорил, что похоже, добрый бог забыл про него. Когда его спросили о секрете его долголетия, он ответил то, что вдохновило меня на сегодняшнюю тему. Он сказал, умеете смеяться. И моя тема сегодня для вас, моих зрителей, такая. А куда ушла ваша радость? Доказана польза смеха, и она просто огромна. Укрепляется иммунная система, метаболический баланс улучшается, стресс уменьшается, уровень холестерина снижается, и еще много всего остального. Радость — это на самом деле лекарство. Библия также говорит, веселое сердце благотворно, как врачество. Иисус знал это. Иисус, который был человеком, сыном человеческим, принес небесную радость на землю. Он открыл небеса, чтобы поделиться с нами этой радостью. И чтобы она стала вашей радостью. Он сказал так. Радость моя вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Это означает, что бывают времена, когда в нас больше не остается своих внутренних ресурсов, но Бог дает нам свои ресурсы. Его радость переливается в нас и утешает нас. Она приходит, утешает нас и дает нам небесную радость. Это радость уровня и качества небес. Также Иисус сказал, «Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет». Моя молитва сегодня о том, чтобы радость от Бога, радость Иисуса, обитала в вашем сердце. Возьмите ее. Многие христиане знают об этом. Многие христиане знают, что Иисус всегда с ними, что лучшее впереди, что обетование Бога истинное, что после смерти их ждут небеса и вечность, потому что мы принадлежим Иисусу. Есть огромное количество позитивных моментов, про которые мы знаем, помним в уме. Но когда в нашу жизнь приходят печали, когда приходят испытания, тяжкие удары и разочарования, то кажется, что наша радость испаряется, улетучивается и больше ничего не остается. Иисус сказал, «Я даю вам мою радость, получите ее и следуйте за Иисусом». Наша повседневная жизнь действительно может отражать эту радость. Да, радость не предназначена только для супердуховных людей, суперхристиан, которые всегда на высоте, справляются со всеми проблемами. И правда, скажите мне, возможно ли всегда радоваться? Возможно ли то, что говорит апостол Петр? Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю вам, радуйтесь. Апостол Павел, прошу прощения, написал это послание к филиппийцам, находясь в тюрьме в Риме. Он говорит о радости, будучи в совсем нерадостных условиях. Послушайте внимательно эти слова. Мы не всегда ответственны за обстоятельства вокруг нас, но мы несем ответственность за то, как мы действуем в этих условиях, как мы вообще реагируем на окружающие. Мы ответственны за наши отношения и поведение. Даже если мы не можем изменить условий, мы можем изменить наши отношения, нашу реакцию на эти ситуации. Я помню людей, рассказывавших свои потрясающие истории. Они выжили в трудных, тяжелых условиях, пережили трагедию, прошли время испытаний, страданий, слез, трауров, но сохранили умиротворенность. Они сохранили силу, стабильность, доверие к Богу. Их спрашивали, откуда у них такая сила и умиротворение? Откуда приходит этот покой, который исходит от них, несмотря на такие тяжелые условия в их жизни? Друзья мои, искренняя радость, глубокое умиротворение привлекают внимание. Они привлекают многих людей, у которых, возможно, больше привилегий и возможностей, чем у вас. Радость от Бога, которую вы приняли, коснется других через вашу историю. Радость вечного Бога — сила наша. Есть много вещей, которые хотели бы похитить нашу радость. Разочарование, обман, жестокость, несправедливость. И многие пытаются отвлечься и восполнить потребность в радости как могут. Ходят на вечеринки, весело проводят время, получают удовольствие, вкусно едят. Все это само по себе неплохо, но истинный источник радости исходит изнутри. Он исходит из наших глубоких отношений с Отцом, с Господом. Это близость, общение с Богом. Это источник, из которого вы должны пить, из которого вы должны питаться, чтобы получать вечную радость. Это радость, которая никогда не иссякает и не зависит от ваших условий. Ищите Божьего лица. Любите быть рядом с Ним. Дорожите им самим. Это то, что может сделать вашу радость неизменной во всех условиях. Я даю вам мою радость. Ищите общение и близости с Господом. Ну а сейчас я покажу вам этот небольшой камертон, который я принес сегодня к вам. Он, мне кажется, такой небольшой иллюстрацией. Хочу сказать вам вот что. Если вы во Христе прикреплены к Господу, вы как две ветви этого камертона. Вы едины с Богом. И когда Он дает вам свою святость, радость, это как прикосновение к одной из ветвей этого камертона. Когда он начинает вибрировать, одна ветвь, вторая ветвь начинает с ней резонировать на той же ноте и в той же гармонии. Мы видим, что хоть ветви и раздельная, они соединены одним основанием. Одна ветвь передает звучание другой веточки. Иисус передает вам эту прекрасную небесную ноту, чтобы вы могли вибрировать с Ним на одной частоте, в одной тональности. Это очень простой образ. Вы едины с Господом, как эти две ветви камертона, едины на общем основании. Они держатся вместе на прочном основании. Так вы прикрепитесь и держитесь прочно за небесные ценности, и вы будете вибрировать на одной ноте с самим Господом. Я хочу закончить с короткой молитвой о том, чтобы к вам вернулась радость, если вы ее потеряли. Если вы потеряли покой, внутренний мир, я молюсь вместе с вами, чтобы вы могли подняться над обстоятельствами вашей жизни, всем, что вас угнетает и отвлекает, чтобы вы снова приняли правильное положение и зазвучали в унисон с Господом, чтобы его нота перекрикалась с вашей жизнью. Это создаст энергию, силу и радость, в которых вы нуждаетесь, потому что они приходят из небесного источника. Омулимся сейчас. Кратко и просто. Во имя нашего Господа Иисуса Христа, Дух Святой, приди в свои силы, приди и обнови нашу радость, потому что ты обещал, Господь наш, восполнить все наши нужды. Те, кто слушает меня сейчас, имеют нужду восстановления сил и радости в чудесном имени Иисуса. Я благословляю их твоим именем, чтобы твоя радость пребывала в них вовеки. Спасибо, что были сегодня с нами. Увидимся на следующей неделе. И пусть радость ваша будет совершенной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова